Два года назад президент России утвердил новый праздник – День Отца. Отмечаться он будет в третье воскресенье октября. Но мужской праздник – это совсем не повод расслабиться. Это причина, чтобы еще раз вспомнить о высоком предназначении отцовства и ответственности за воспитание подрастающего поколения. Только в третий раз отмечается в России этот новый, но очень важный праздник – День Отца, цель которого – подчеркнуть ценность отцовства, ну и, конечно же, поблагодарить за все, что делается. На торжественном приеме главы Славянского района говорили о духовно-нравственных ориентирах, о том, каким должен быть достойный отец. Участники приема – многодетные отцы, беззаветные труженики, защитники Отечества, учителя, спортсмены, творческие люди, каждый из них – опора своей семьи, достойный пример для детей. Всех приглашенных поздравили с праздником. Конечно, я вас поздравляю с праздником, достаточно новый праздник в 2021 году. Его образовали, да? Мужчина, прежде всего, защитник. Как ты говоришь, как ты себя ведешь, так будет вести себя и твой ребенок. Поэтому говорят – веди себя правильно, и свои примеры воспитывай, и ребенок будет такой же, как и ты. И вот, ну, 99% – наверное, так и получается. Спасибо вам за воспитание детей, спасибо вам за образование, спасибо вам за то, что вы, наверное, добытчики, прежде всего, уже каждый мужчина, он старается, наверное, содержать и обеспечивать свою семью материальными какими-то благами, не только материальными, а духовными, и, как я уже сказал, и образовывать, и воспитывать. Спасибо вам за то, что вы есть, спасибо вам за то, что вы наши защитники на сегодняшний день, и всегда ими были. С праздником, всем мира, добра, благополучия, крепкого здоровья. К поздравлениям присоединился председатель Совета Славянского района Григорий Литовко, который искренне приветствовал участников приема. Вот мы сегодня слушаем, и отцы, и мать заменяют, и добиваются успехов во всех, так сказать, делах и начинаниях. И, как сказал Ломан Иванович, быть, это гордость быть отцом, но и большая ответственность. Поэтому я желаю вам терпения, здоровья, успехов. Заместитель главы Славянского района Виталий Титаренко отметил, что участники приема отлично проявили себя в работе, общественной деятельности, в воспитании детей. Так у нас все такие. И профессионалы, и артисты, где надо, и золотые руки, и в своей работе, и в семье, везде, везде. Это просто стержень нашего общества. И не случайно вот сейчас, вы знаете, что и государственная политика идет на то, чтобы семейные ценности, они стали основой нашей с вами совместной работы. Славянские артисты исполнили для героев торжества хорошие песни. За заслуги в деле укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей. И в честь Дня Отца приглашенным были вручены благодарственные письма и памятные подарки. Среди награжденных были и те, кто участвует в воспитании не только собственных детей, но и прививает юным славянцам самые лучшие качества, занимаясь с ними творчеством. Я стараюсь своих детей также воспитывать, в принципе, как и меня воспитывали, все спортивные ценности, семейные ценности. И также сейчас я воспитываю, можно сказать, больше ста детей, которые у меня занимаются. И я также пытаюсь им передать все свои навыки. Стараюсь объяснить и дать понять, что нужно заниматься спортом, нужно строить карьеру, ну и в принципе, в целом всегда быть на высоте. Многодетные отцы являются отличным примером ответственного родительства. У Василия Завгороднева три сына и дочка. И он очень гордится, что у него такая большая семья. Для того, чтобы воспитать детей правильно, мы должны показать им свой пример. Как я всем говорю и рассказываю, в моем случае я не заставляю их заниматься спортом. Они должны сами выбирать свой путь. Я, будучи вырос в рабочей семье, большое спасибо, конечно, нашим родителям. Я сам выбирал туда, куда я хочу пойти. И я родителей просил, чтобы они меня отпускали на тренировки. И футбол, и борьба была, и рукопашный бой. И до сих пор самое, что сложно, это до сих пор свой 41 год. Я занимаюсь, выступаю, занимаю всякие места, не останавливаюсь на достигнутом. И детям тоже не хочу навязывать какой-то вид спорта, дабы, чтобы в дальнейшем не наелись этим спортом, не перегорели. То есть пусть они меняют разные виды, борьба, плавание, бег, скалолазание, теннис. Не важно, чем они будут заниматься, но чтобы не было перегорания, и они шли всегда дальше. Много теплых, идущих от сердца слов было сказано в этот день в адрес каждого из собравшихся. Встреча прошла в непринужденной обстановке интересного общения и живого диалога. И по традиции завершилась общей фотографией на память. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа События.